Очередь команды Сил Тьмы запрещать героя. Очередь Финикс выбирать героя. Осталось десять секунд. Осталось пять секунд. Дополнительное время. Дополнительное время. Осталось десять секунд. Осталось пять секунд. Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя. Приготовьтесь к битве. Осталось пять секунд. Соответственно, и четыре клевера, и лепрекон. Про пики и баны вам, конечно же, рассказали наши дорогие аналитики. Очень быстро прошел распик. Практически не тратили команды бонусного времени. Но мы уже видели с тобой, как играли как раз-таки ребята из MVP. Когда у них Дубу играл на Баунти Хантере, когда у них был, соответственно, Баратрум. И когда они ходили просто в лес, подрывающими. В MVP взяли своих героев. Они играли, причем вроде как даже вегу вынесли. Как раз вот этими Баратрумами, Баунти Хантерами, СФами. Кьё на СФе. Это как раз был последний, третий день, получается, у нас игр в Вильнюсе. И они как раз вот это вот брали, и шли направо и налево. И он не изменяет себе, все еще продолжает играть только на двух героях. Все игры СФ Ланэ. Да. А вот и проблема у... ОМП уходит, снова он не докатится, разумеется. Не докатится. Пайкача, кстати, на Кирокоптере. В данном случае будет играть. Ой-ой, а Рейтин может встрять сейчас. Все-таки по тизерам они гораздо быстрее. Да, соответственно. И быстренько, пока, вот. А, экшен пошел, Сноубол Рейзена. И вот теперь он попадает, теперь сюда ходит. Каски полетели, Каски, конечно же, остановит команды, но они не сильно... А, или уходит, уходит парень, Каски спасли его, кстати. Чтобы не было. Никву поставили на мид вместо Пайката. Непонятно, почему ребята поменялись ролями, на самом деле. Видимо, Никва статный вайпер, насколько я знаю, у Лиды Конок. Бамбу поставили в легкую. Баратурму здесь будет не очень приятно. Бессмастер обычно доминирует в линии против милишников. Именно так, плюс у него еще... А, он начал качаться сразу же через Кабанов. То есть у него... Вообще, Бессмастер, на самом деле, очень приятно. С воплиниями от MVP. Акаши перемещается наверх. Ой-ой-ой. Ана с блинком. Было бы с Даггером, Бамбу, возможно, было бы 17%. А еще? Псевдорандом, между прочим. Знаешь, ну... Такого рандома написано, 17%. 17% псевдорандом шанс. Это важно. Это очень... Никва очень сильно проигрывает в миде. Но тут есть EGM. EGM играет на виспе. Ой-ой-ой. У его проблемы. Ахнет первой кровью, господа. Если не будет промаха, то, скорее всего, заберут. Это ФБ от... От EGM. Аплодисменты. Вайпер сам по себе неприятный персонаж в любой линде, да? Мы видели у нас, как ставили его MVP... А, нет. Имперс его, по-моему, ставили соло стоять, фармить, где он там напрягал всех хардлейнеров, которые проходили его гангать. А здесь он в миду такой, он еще и с виспом. Ты понимаешь, насколько это будет вообще дикая... Ну, там висп с гирочем, разумеется, да? Изначально клевера пошли на... О, он нападает на бамбу, не допрыгивает МП. Изначально клевера пошли 3 в оффлейн. Баунтихантер помогал СФу набить душ, поэтому вайпер так просел по крипам. Но отличная перетяжка от EGM и все, что СФ набил, он тут же потерял. Ему набили, как говорится. Кирокопт, вот он меня интересует, на самом деле. Потому что парень стоит один, и ему пока что никто ничего не может противопоставить. То есть, фактически он фрифармит. Что можно сказать? Сакс исчезает. Я думаю, что ему могут сейчас еще раз набить, как говорится. Вопрос знает ли он про него. Есть вард, но он не видел руну, он не видит руну. Ну что, Кью, еще шаг вперед, еще шаг вперед, и будет разворот, и будет сноубол, по-любому. Рядом дубу здесь. Все, все, поехали, вацепа. Уже шарды должны быть, два, вот шарды, еще пару плитков. Это 2-0. И плюс еще дубу. Ну, он может, в принципе, уйти через 2 секунды. Ну, есть это рак. Он баунтихантер еще минуты, ой, секунды до имбиза. Ой-ой-ой, да какие шарики, это 3-0 на 2-ой минуте. 3-0. У нас на 40-десят люди в зале такие, да. Ну да, у нас 3-0 на 2-ой минуте, как будто, знаешь, like a sir, такой с чашечкой чая. Ребята, ну это же лан, господи ты, боже мой. Тишина. Не важно. Вторую игру подряд, клевера доминируют мид. И он, наверное, уже не нравится. Наверняка, потому что ему приходят, ему делают грязь. Просто 0-2-0, 20 крипов. Хотя 20 крипов. Давайте учитывать этот факт. Откроем NetWords, увидим, что он на третьем месте. То есть, ну, не так уж и сильно он пока что проседает. Тем временем у секси Бамбу заканчивается маном, но у него есть манга. Бамбу всего 4 крипа убил, хотя несмотря на то, что стоял против Баратрума, сейчас ты шла перетянулась Акаша. Всего лишь 4 крипа. Так уж и хорошо у него дела, как хотелось бы. Но все равно он уже 4-й. Именно так. Пайкат находится на фрифарме против Баратрума. Смотрю на уровне саппортов и давай проверим наличие стаков в лесу. Потому что они могут решить... Ну, вот есть Висп. Он, в принципе, как бы на него рассчитывает. Он должен их делать. Но он их не делает. Он перемещается по карте. За счет него как раз мы сезонминировали, а Дубу тут делают СФ и подарочки. Конечно, в чем прикол. В том, что Висп, перемещаясь по карте, теряет опыт. Который мог бы получить в любом месте другом. За счет киллов он будет его себе и выбирать. Ну, там на секси Бамбу вверху нападение. Но не такое уж оно и серьезное. Потому что разбега-то на него не было сделано. Он так и так получит. Он же гораздо больше сделает, если будет создавать прессинг на линиях. И прикрывать мидеры у плейнера. Ну, особенно некуда идти. То есть Бамбу наверху отбирать экспу не вариант. Миди-вайпер он так и так с телепортом может прикрыть. Так, иди делай стаки. Потом СФ... Ой, СФ, Господи. Твой мидер приходит их формить. Ну, либо вайпер, либо герокоптер приходит их формить. А ты стоишь просто, лечишь экспу. Получаешь себе экспу. Получаешь себе уровень, который потерял. С таком ты идешь и помогаешь доминировать ими. Сложно ремьер и так далее. Так делают очень грамотные виспы. В грамотности EGM на виспе, разумеется, никто не сомневается. Пассивная игра. Все набирают левел. Ну, а трон четвертый. Пассивная игра, да. Она была у нас до третьей минуты. Стала после третьей минуты. У нас там было сделано очень много интересного. Ну, разумеется, ребята понимают, что нужно добрать левел. Кью пошел со стаками разбираться. Замбу возвращается на топ. И он четвертый уровень. Он пока что не имеет праймового урора и не может ничего сделать интересного. Байкатище. Пятый уровень. Скоро будет пулдаун. Полдаун. И все будет у него тоже хорошо. А Никой тем временем добирает свой тоже. Даже несмотря на прессинг, если его такой с самого начала, он все равно вырывается по кейсу вперед. Завел стаки. По опыту тоже вроде как альдирующий позитий занимает. Ну, потому что Кью умеет играть. ЕГМ просто сам пошел фармить лес. Никаких стаков, ничего. Лесной висп у нас. Да. Он потратит ману, хп пойдет, кому-то зальет. То есть он особо с этого инжин не теряет. Но он, на самом деле, сейчас вот герокоптер есть по икатища. Он готов летать. У него есть на кулдаун. У него есть ракет барридж на троличку. И он, в принципе, может делать дела. Но. Безнадные ганги. Зачем ему единственному кэри в команде? Ну, такому. А потому что герокоптер может набирать хилы. Уходить с линии, где он обстрелкивает. Хорошо, флифарм. Хорошо, вырываться с вайпером. На котором, кстати, нападение в виду. Дулу. Может развенуться Никва. По ЭГМу прилетают каски. ЭГМ сэвид. Сзади заходит еще и Саксы что? Убил Куру. Поехал в СФ. Убивает еще и скульт. Да, убивает СФа Соник Вейвом. Там забрали вайперы. Прибегает Баратрун в ДГМа. Не забудели баночку, конечно. Может быть, Фарива заберут. Может быть, кстати, забирают. Нет, не забирают. Улетает Фарив. 2 в 1 все равно в пользу лепреконов. Размен. Эд, у нас 1-5 на 7-м минуте этого матча. И сакси вам будьте временем не терять. Как бы это самое время даром. И занимается Т1 наверху. Он делает именно то, что... Ребята были вообще втроем в центре. И то... MVP на паф. Из-за Веспа еще и проиграли драку. На топ-разбег. Ну, это не критично. Все еще 5-й Баратрун. Это просто, чтобы братья на линию, я так понимаю. Именно так. Никуа. Мне вот интересно. Этот парень сейчас имеет затари, да? Готовит мегу. Правильно, все это лидно делает. Да, потому что... Потому что он единственный парень, который здесь способен собрать достаточно короткие времена времени. Где некрачи у Секси Бамбуни? Хотя бы намек на некрачи. 800 голды имеется. Я думаю, что первым будет у нас, соответственно, Става Уизарда. Дальше пойдет. Я думаю, что может быть и Блинк на самом деле. Потому что за него Виск, потом поверила Кейт ходить. Ну, принципе. 5 целей, убивать. Как вариант. Нету никаких героев типа скелета и так далее, чтобы эти некрачи... Ну, может быть, некрачи. Просто у нее не так хорошо с крипами все, как могло бы быть. А теперь у нас внизу. Смотри, на Пайкат взяли разбег. Сзади подходит Дубу. Вот он, Баути Хантре. Готов рваться. Байкат это видит. Во-первых, видит. Во-вторых, понимает, что Клопыку лдаун нольток. У нас здесь ничего абсолютно не сделаем. И дальше игра уже начинает так типа мягенько и вяло растягиваться. Потому что Баути Хантре ходит в одно место, в другое место, там ничего не будет. Ой, возможно, на уровне сейчас подловят лепреконов. Они не знают, сколько здесь. Раскоил. Парень промахивается. Баратрум нападает. Катак убит Саксус. Ноу-болл. Улдаун. Подходит вайпер. Ой-ой-ой. Тут еще Игем. Баратрума точно заберут, остальные уйдут. Прекрасная работа. Далее можно идти дальше, в принципе, и дальше что-то придумывать. Следите, отказки по ЕГЭМу пока что только. Отбиваются от Рошанова обратно в ЕГЭМа. И приходит Саксус. Он здесь, у него сноу-болл через 3, 2, 1 и... Вы просто забиваете Флорити. На этом он решает отойти. Ну, все. Трака закончилась, 6-1 в пользу команды. Разбежались. Смотрим на графике. Ставили бамбу на топе. Уже сломал полтавера. Все-таки делает не крайний все-таки Става в Визерде. Конечно. Смотрим на разницу по золоту. Понимаем, что там... Наверху, скорее всего, сейчас будет нападение. Провязали даст. Ой-ой-ой. Летают дубы. Тут же подвигает Баратрум. Расталкивает. Расталкивает. Соник Вейв. Про ответовку забирают 2х, скорее всего, МВП. Вот это перетяжечка. Ну, как говорил... Очень невол... Они... В миде напали еще на Вайпер, но там Никва сэйвит. В ответшку нападают на Кьюо. Кьюо здесь, скорее всего, погибает. Рейзен может тоже отсюда уже не уйти. Ой-ой-ой, ребята, что же вы? Башню силы. Какая ошибка. Как говорил один хороший человек, Найсганг Селфганг. На топе ребята прочитали, что под ним Баунти Хантеры, но по таймингу прибежал Баратрум. Так получилось, что не самое удобное для них время. Да, там был стан сразу по двоим, поэтому... Пайкат, тем временем, кстати, начинает напрягать вышку. Вышка уже просажена, там, 400 хп остается, и парень ее заберет. Полторы тысячи голды у него на руках. Он пока что ничего себе не покупает, но мы понимаем, что там будет выход какой-нибудь, там, не знаю, Сенч Яшу, что-нибудь в этом духе. Да-да, Пайкат 001, кому оставили линию. Ну, не так часто принимают. Разбег на Никву в миду, тем временем. Башек пролетает еще один. Опять пытается забрать Вайпер, приведет Сэпу, ее подталкивает. Все. И Вайпер, кстати, прилетает Мека, он ее юзает, между прочим, перед смертью. Смело, смело, потому что Курьера также могли бы, ну, разобрать, но на хосте летел на своей встроенной, как говорится, ну. Но смело, смелая попытка. Пайка прикупил себе шлем, пойдет за крипом, будет стакать все Энжи. На Сэксе Бамбу наверху нападение было, ну, скорее всего, просто Форов приходил на линию. МВП туда перетягиваются, у Бамбу проблемы, скорее всего, вот тут тоже заберут, тут очень много героев. У него есть Праймал, кстати, но и Кью здесь, где-то. Свет, ну что же вы все. И ЭГМ также отправляется домой. Минус три. Хорошо. МВП, понимаешь? Ребята, поддерживайте корейцев, ребятки там стараются. Потеют, ну. Ну, на самом деле, вот то, что сейчас делают клевера, они на самом деле закидывают. Вот по мне, то есть у них есть хороший контроль карты. То, как убили сейчас Экси Бамбу, то, как убивали ЭГМа, это просто из-за того, что они не смогли вовремя сориентироваться, понять для соперники, и вообще хоть что-то с этим сделать. Ну, клевера, да, как-то разнозненно бегают по карте. Вот именно. Сейчас у них может быть проблем, тут четыре игрока МВП. И он там почти один у них. Пока что скоро будет ультимейт, летят. Летят клевера, летит Бамбу. Сэф раскастовывается прямо под него. Будут фокусить Сэфа, Сэфа особо никакого нету. В Сэфу, скорее всего, роль Кью. Ну да, у нас. В прямом эфире. До Сноубола еще напоревая, отменяет ему его разбег. Валрус Панч в лицо. И с Рокетберджа. Домой. Задержались, ребятки. Да. Кью играет очень нагло, на самом деле, потому что у него нету ни мейки, никакого подсейва. Он стоит, один встречает вайперы, хотя там есть и виспы, и тускаржи, то есть, чтобы подсейвить от всех. Торгует лицом, ну, не стоит ему так делать, вообще непродуктивно. Да, непродуктивненько ни разу, тем более, что сейчас Кливера пойдут, заберут Тауэр, им никто здесь не помешает, ни этот глиф, ни ничего абсолютно. И, на самом деле, вот был матч, помнишь, как раз-таки пару дней назад, там были МВП, они играли таким же стаком, и они делали трек-киллы. В какой-то момент они так сильно закомбетчились трек-киллов, что просто забей, и, в принципе, у них все еще есть шанс этим заниматься. Тем более, что Дубу ходит здесь. Висчардж Виспа только что получил балл, у тебя хатер шестой, сейчас, возможно, да, под кемами, подтрекнулся по-другому. ВИЧ-Доктор все еще пятый. Вот он. Когда ИГМ нападают по репаратуру, мы, может, свозьмутся сноубол, не успели. Так же и Сакша может померить? Ну, тут много, тут четыре игрока, я думаю, непонятно. И ВВП гонит кулдаун на развороте. Валрус еще сверху Форова, Секси Бамбу дает ульту в Q. Разбег от Форова на Пайката, и он понимает, что он зашел бутербродик. Форова сквозь всех пытается, вот эти улетают. И улетают, между прочим, да. Все били свои цели, не было никакого фокуса. В итоге это гончилось, как бы, замес без трупов. Но байбек от Виспа, между прочим, да. То есть был байбек от Виспа, и это важно. Смотрим на график, и понимаем, какая ситуация у нас происходит на карте. По золоту, MVP немножко отыгрывают. По опыту... Виппа почти в голове. Иду, гонится, 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 гонится. Он просто... Бежит Бамбу. Да. У Бамбу нет ульту, соответственно, как-нибудь Форова проконтролить не получится, но с другой стороны у Форова ее тоже не имеется. Баунти Хантер будет манн только... Сколько башей подряд? Прошу, что... Но Сакси здесь, скорее всего, погибли. Дадут ли кинуть трек? А Баунти Хантер последний манн. Висп забирает Тускара. Висп убивает Баунти Хантера! Прекрасно. Далее Сакси Бамбот гуляет птичку, чтобы смотреть, где что и как. И, скорее всего, спалить сейчас местоположение МП. Потому что он недалеко. Там есть Лайнвард, они знают и так, где все игроки МВП. И плюс еще Кабан стоит и поплевывает. Эээ... ЕКМ, как же он четко только что... Да-да-да. Прекрасно, все просто берет духами. Раз, два, три, четыре, пять. Нет лица. Но все равно нет никак... Баунти Хантер никак не окупается. Он не дал никакой пользы в начальной игре. Я только что получил треки. Более того. Он дает пользу в игре вражеской команды. Потому что парень играет со счетом 0-4. И занимает у нас по Нетворцу предпоследнюю позицию. Последняя позиция, разумеется, у Вичдоктора. У него пятый уровень. У него нету Дэдварда. И временно нападает на Саксу. Да, на Саксу. Саксу может в Сноуболе. Второй. Подходит Пайкат, Кулдаун кидает. Там в это время убивают Рейзен, Вайпер с Виспом. Пайкатром опять улетает. Убьют Трекио. А, здесь Никва. Никва с Виспом. Они могут делать много чего интересного. Потому что Кью сейчас будет получать по лицу. ЕГМ живет. Все еще. Врывается Квапа. Дает ульту. И далее уже по тексту. Посыпались ребята с Киллеров. Дальше им продолжать. Трекио. Продолжать дальше смысла нет. Раз. Ну, хотя с другой стороны можно ульту дать на Дубу. Дальше его немножко пострелять. Отправить домой. И продолжать развлекаться с остальными ребятами с командой ВИПИН. Но здесь уже больше никого нет. И ребята правильно делают. Отступают. Им здесь нечего делать. Поменялись саппортами. Но там треккилы. В бамбусной кроме. Первый уровень. И уже из первого ИСП. Главное держаться вместе с самим. Где вот какие-то вылазки. Там без пусторами быть в позиции. Потому что нельзя позволять гнать себя. Убивать под треками. Про все-таки Барнатром. Мобильный герой. Который не обращает никаких ошибок. Ну и мы ждем релокейт гангов на самом деле. Потому что ВИСП уже седьмого уровня. И он может себе это позволить. Как только он себе на счет это позволяет. То. Я думаю, что сейчас кливера будут прессовать мид. Смайпером с бисмастером. А ВИСП уже подлетит. Либо так. Либо соответственно будет держаться рядом. Допустим. С Гиричем. Нет, просто не Квейва. Ребята идут за табор. Еще семь секунд его не будет. Тем более, что Квапа находится у нас на верхней линии. Разумеется делать это не проблема. Но это займет как бы. И висит Хавк. Прекрасно видит всех. Вопрос только как зацепить. Трек пока что на одном. С обоих сторон. Угу. Айкад забирает Саш. Вот почему я люблю бисмастера. Вот. Парень, который может делать все. У него есть и дебафы. У него есть соответственно и вижен. У него есть и контроль. Да? Ну. Насколько. Крутой. Он крутой для перемещения по карте героя для вижена. Но он в драке 5 на 5 не такой уж и полезный. Да. Но зато сфокусить важного персонажа. Вовремя. А? Это уже считай сделать половину дела в драке. Он больше такой для вижена. Для того, чтобы цеплять. А сейчас будет цеплять кого? А там за реверили смок кстати. Дуба это сделал. Он тут под анвизом стоит. Ну и пайкарт начинает забирать стаки. Понимают прекрасно ребята из мвп, что вряд ли там он один. Проверил Рошана. Будет ли чекать сейчас сеншентов. Ну-ка. Если там вижен. Ставили сентрию, если что за... Мешают забирать стаки. У какаши появился арчит. Ну смотри. Преимущество, которое было у ребят из... Ответный дымок. Ответный дымок. Преимущество, которое там было, оно уже нивелируется. Оно уже просто идёт в никуда абсолютно. Преходит зуба. Сейчас ультра. Бамбу. И Салит сразу убивает бамбу. Тем временем, кстати, да. Дэдвард стоит довольно таки неплохо от Рейзена. Там гулдаун пролетел. Далее поехали по форуму. Форума также можно убивать. Кью раскастовывать. Я думаю, что заходит в вайпер спину. Секси бамбу. Имеет ультимейт. Неудачные шарды немножко. У Никвы проблемы будут со здоровьем. Будет ли висп, чтобы помочь? Он недалеко. Но он держится за байката в данный момент. Никва умирает. Бамбу вернулся в драку. Убиваю СиО. Ой. Ну это переворотов с ниверой. И ульт уже был потрачен без мастера. Поэтому спокойно, абсолютно спокойно. Это квапа, которая, между прочим, играет 8-0-2. Уходит отсюда. С арчидом. И 1200 на руках. Засейвили бамбу. В него сразу влетело очень много. Но как-то не забрали. Как-то не забрали? Я сам не понял, как он выжил здесь. Там, по ходу, висп плюс карта. Ну, раньше лучше было. В этот раз как-то не удалось, как говорится. Смотрим на графики и понимаем, что они уже все в нулях. И более того, преимущество по опыту получают себе MVP. Что очень важно. 13-17 счет у нас получается на 18 минуты нашей карты. И мы продолжаем. Но при такой игре, если MVP не проигрывают файты, даже так с Баунти Хантером, это любые размены им в плюс за счет треков. Да. Именно так. Нужно, соответственно, собираться и драться уже на Рошане. Пришло время. Потому что далее... Ну, либо устраивать какие-то там... Заходить с Виженом, раздавать Вижен по вражеским лесам, влетать с релакейт-гангов, какие-то там что-то пытаться... Ну, спр... Кабан умер быстрее, чем его убили. Да. Кабан умер быстрее, чем его убили. Нормально. Ехала-ехала. Так. Регенерация внизу достанется. Соответственно, кому? Кого? Наверное, есть бутылка? Нет? Или просто Сакси его подберет? Конечно, Сакси Бамбу. Кио. Его надо забирать. У него есть Мека, в принципе. Может подрежет курицу. А может подрежет. На обратном пути тогда. Вот, Сэнчи, я шел гирокоптер. Дальше проблема у ЕГМа, потому что на него уже висит сайленс, и он ничего здесь не сделает. Добавится домой. Далее, сможет ли сделать гирокоптер что-нибудь? Ну, смог. Телепорт. Телепорт домой. Все хорошо у него. Трек пил почти, ну, почти тысячу разница. Только за счет того, что просто Балантихантер находит, варатром прибегает. Нельзя так все вести. Но с другой стороны, ЕГМ выиграл время для своего гирокоптера. Он успел сделать тп-аут, и это главное. Лучше отдать ЕГМа, пусть даже под трек киллом, чем, соответственно, ну, этого, товарища Пайкат, тоже под трек киллом, между прочим, от триплы. Потерпеть-то... Гривера, на самом деле, чего-то боятся. То есть, Пайкат все время фармит. Вайпер и Рексар не знают, куда себя деть. Не ходят, не пушат линию. Никуда выйти не могут. На самом деле, герои-то у них посильнее. Вот когда-нибудь, пока не было Соник Вейва, после драк, могли бы спокойно пойти позабирать пушки. Там занять хотя бы чужой лес там с Рексаром. В это время баунти-хантер бегает где хочет, находит в этих виспов, так не должно происходить. Я думаю, что сейчас клевера дожидаются какой-то артефакт, пройдут, забивают Рошана с некрами, там, возможно, вторые появляются у Бамбу. Ну, они боятся великого корейского тапочка. Если ты понимаешь, о чем я тебе говорю. О-о-о. Пайкат еще ни разу не умер за две игры. 2-0-5, но у него есть серьезные оппоненты, на самом деле. Пусть умирал СФ очень много раз. Смотрим. Верхняя точка Нетворса. Строчка. 9-600. Это байкат. Ниже Клопа, ниже, соответственно, СФ. Бамбу в ДНК перемещается в чужой лес. Есть релокейт. Будет стараться кого-то найти. А здесь примерно такая же ситуация. Ребята не идут туда, где... Ну, соответственно, нет смысла нападать на вайперов и Рексаров, когда у команды противника есть висп. Там сразу же окажутся пятеро. И они решили сами найти этого виспа. Да. Если Магомед не идет к горе, гора идет к Магомеду. Поэтому сейчас сверху они... Заварди, Баунтихантер, всю топ-линию, все подходы, все выходы на лайн, весь лес. Вот, ребята начинают контролировать железо. Ой-ой-ой. Фарива, мне кажется, сейчас будут проблемы. Его находит байкат, ультимейт, релокейт. Тут тускар, тут четверо. Убивает Фарива. Я думаю, развернуться пойдет. Конечно, что еще делать? 43 секунды у него нет, соответственно, никакого возможности вернуться в замес. И... Хотя, с другой стороны, пока они будут отталкивать крипов для того, чтобы... Ну, как-то обеспечить себе такой свободный подход по Вижену, да, к Рошану? Парень-то... Может резнуться. МВП знают, где клевера. Вопрос, пойдут ли они туда. Довольно быстро падает Рошан. Все-таки там... 20 секунд пара трубы не хватит, чтобы добежать, разумеется. То есть, воскреснуть ему еще надо, а потом еще добежать. Все-таки пойдут, пойдут. Будут... У СФ появляется порсах черного короля. Забирают Рошана. Будет вопрос, будет ли драка. А будет драка, разумеется, потому что смог ревелиться. Кью, его зацепили, его увидели. Ну, увидели, но не зацепили. Пока что дальше. Есть райзен. Егэм улетел на базу. Это может быть ошибка. Начинают треки, побежал братру. У кого-то уже точно будут цеплять. А Саксу? В него Дарья уже, соответственно, рчит. Он делает TP-OUT. Касочка. Сбивает. У Саксы проблемы. Он может делать сноубол пока что. Да. Он его делает, укатываться на крипов. И дальше будут отталкивать. Но там у него уже братрум влетел. И, как бы, делать уже здесь нечего. Сбивают еще и бамбу телепорт. Кидают трек. Еще и бамбу заберут. Дождались СФ, чтобы больше денег получить с треков со всеми. Ну, это, на самом деле, неплохой выход от MVP. Виск улетел, подставил всех. Да. И, как бы, даблкил для СФ. Что, не забываем. Он уже на второй строчке нет вокса у нас. Две тысячи за два килла. Плюс еще Тауэр. Подарочные такие. Ребятки. Башня сил света на нижней линии. Наверное, на то, что крипы у Т22 почти упал, кстати, у MVP снизу. Ребята просто бакдорят Т1. У байката все еще есть аиг. Его можно пытаться реализовывать, но так как они это делали на нижней линии, это так не делается банально. Опа. Графики в нулях. Да. Графики в нулях тем временем. В полнейших. То есть команды идут ноздря в ноздрю. По Таорам ситуация просто идентичная. Да, у нас стоят все Т2 на карте. Причем ни одной из них особо не... Внизу почти мертвое. Денайбл. 78 хп. Денайбл, ну... А что ребята заинтересовались? Ребята собираются в дымок. Но тут трек. Никакого дымка, разумеется. Отменяются их планы. Давай так немножко айтембриф выведем нашим дорогим друзьям на экраны, чтобы... Чтобы были в курсе того, что происходит в карманах у игроков. У Акаша появился аганим у Фарива Блейдмейл. Это из ключевых... Типа того. Пайкат просто фармит. То есть я думаю, что сейчас будет какой-то МКБ. В КБ, я не знаю, стоит ли ему здесь брать. Там разломать 1 физдэмэдж. Тем временем, Сакси и Секси Бамбу в дунке. Никва, я так понимаю, делает Алибарду. Смогут ли они сейчас взять Кью? А, не трогай другого с этим перплажа, Эмпи. Хватит ли им контроля для того, чтобы его убить? Он пока что не блинкуется отсюда. Семь, Жабарик Кью раскистовался. Да, тут еще и ульта-абаратрубов Секси Бамбу. Да, как летают каски уже пятый, шестой раз. Еще и дальше поехали. Ой, ой, Соник Фрейв, Гудлайку покажем. Байкат разворачивает, забивает полкоманды. Да, так он еще и сейчас может и Кью оторвать, и Борова, и Борова придет. Увидим, ЕГМ все еще живой. Пух, нормальный. Сзади, Гудлубу, подрежет ЕГМа. А его подрежут ли? Он делает ТП-Аут, и его нечем, в принципе, здесь законтролить. И демеджа не хватает, байкат еще. Не хватает. В итоге 3 в 2 в пользу МВП. И трек киллы. Еще 2000 от игр... Кстати, насчет 2000 сейчас... Клевера вышли в плюс по итогу этой драки, потому что убили Акашу с Гудлайком, АСФ, кор-героев. Потеряли весь патус кара. Да, но общая картина, он говорит совсем другое. Общая картина... А, хотя нет. Там примерно все в нуле. Все в принципе, да. 25-ая минута, и в принципе, как бы... Ну, здесь ничего не понятно, ровненькая игра. Одна драка может перевернуть хоть на 2-3 тысячи, неважно. Тубу. С Ворстаффом, не что-то прочее. Да? Молодой человек. Да. И новый Рошан. Он будет, естественно, еще долго до него ждать и терпеть. Отмечаем появление забавного артефакта у Пайката. Это значит, что он вместе с ним может... Сейчас пойдут драться, ребята. Да, драться, драться. Пайката две жизни все равно надо... Пайката две жизни надо все равно как-то реализовать. А Еги свой. Вторая жизнь, она у него чуть более приятная за счет последнего приобретения, понимаем, да? Так что все будет довольно-таки неплохо. Там, Соник Вэй. Это у него Аганим просто фарминг. Да, понятно. Парень крипов фарминг. Я просто смотрю за ЕГЭмом, жду его релокейта. Смотрю за Пайкатом. Жду, как они там объединятся. Надо, чтобы Бамбу кого-нибудь нашел сам. То есть вот он под хавками ходит, вроде бы как занял чужой лес, но ребята против Респайл умеют играть, держатся вместе. Ну, а что остается делать к Ливераму? Они сейчас соберутся и просто пойдут на Т2 Тауэр. Да. Тем более, что там 78 хп на Тауэре. Почему бы и нет? Мне кажется, этого просто МВП сами не видят давно уже. Да, и они, кстати, Деварда. Они нажали дымок и перемещаются в чужую лесу. Да, они не найдут вообще никого. Мне кажется, зеленая птица имеет проблемы. Нападают на Никвы, там вся команда из-за угла. Катером убивают под треком. Пришел ЕГЭм. Пришел ЕГЭм, сейчас вернется, будут ловить еще ЕГЭмом. Будет ли ему помогать его команда вопрос. Забрали Т2, идут на хайграунд. Разрушено. Пришелся ЕГЭм сделать царский сейф. У него это, разумеется, не вышло. Койл раз, Койл два, ЕГЭм пошел домой. 46 секунд его не будет, соответственно... Второй трек-кил. Релокейт на 56 секунд у него еще не будет. Есть третий инекра. На самом деле, довольно много. Они Т2-3 могут сломать. Кто по телепортам? Телепорт, Тет. Телепорт почти у всех, кроме Баратрума. И Баунти... А, Баунти Хантер уже здесь. Нету ТП у Бамбу. МВП заходят сами на Т3. Два героя мертвого, причем бы и нет. Может быть, сломают тавер. Укрепили свои сооружения. Я думаю, что не сломают. А, кончился Аегис у Байката. Вот почему ребята не летели драться за этого виспа. Летит, соответственно, Хомин Миссл. На дничку взял себе его. Прокачено ТП не собьет. Или... Нет. Ой-ой-ой. Супая там в миллиметрике, в миллиметрике. Потеряли Т3 все-таки МВП снизу. Ну и в Кью, соответственно, прилетит баночка. Уже так, напоследок такая. Казарма сил света нижней линии атакуют. От гирокоптера. А, тем временем разрядили треки все такое в иллюзию Секси Бамбу. Ну что, наверняка, его порадовало и повеселило немножко. Ну а мы смотрим на его фарм и... В принципе, тоже радуемся. МВП ведут немножечко по деньгам. Это же в 3 килов. Но все равно я считаю, что Клигера контролируют игру. Контролируют карту. Надо дождаться на блинка какого-то на Рексаре, чтобы проще было вот запрятать тех, кого он видит. Именно так. И, соответственно, контролируют Рошан. Это самое главное. Очень много денег у Пайката. Я думаю, что скоро появится МКБ. Ну да, уже есть. У СФ и у Вайпера появился пацан Джин Яши. 1500 золотых у Кью. И что у нас есть Пайката? Пайкат, кстати, может сейчас стрелять довольно-таки серьезно. У него сзади есть двое. Это просто... Это бейт. Да. Это бейт на Пайката. Должен отменяться сейчас. Ну он уже... Он под чарджем увидел. Всех спалил. Не надо было выходить сейчас с ребятом. Так бы просто разыгрался Баратрум. Это было довольно очевидно. Не может же он так наглый бегать по Т2 чужим. Тем более, что Пайкат еще может просто нажать Роккет Берридж и стоя встанем его накидать. Так что, мама, не горюй. МВП на самом деле не такие же игры. А вот Гост. Надо просто в драке им как-то доджить. Флэг, я думаю, что Пайкат больше всех дэмэджов будет начать. Блин, он ДД в баночке. Если ему дал банку, туда положил ДД до драки. Сейчас можно за Флэг просто развалить всю команду. Гост Скепитер появился у Вич Доктора. И ребята из Кливеров нападают на Д2. 2 адмирсу Баратрума. Посмотри, как она быстро падает просто. Вот уже прошло секунд 5, наверное, сначала в 2, когда они начали его давить, и все. Это ДД плюс Атрексара скорость атаки. И они пойдут дальше. Плюс Вис. И Ви Пайкат пытается, ну, разменяясь. Два будет для этого табора. Очень быстро упадет Т3, надо уже лететь, драться. Дуба уже сделал ТП-аут, но... Что он сможет делать? Да, уже падает очередная Т3. Ви Пи будет так. Кулдаун. Кулдаун прилетает, СФ раскастовывается, пытается запишет Пайкат, он нажимает БКБ, флэг. Бат, 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 башни, драться. Просто Пайкат разваливает, стоит к нему, всаживает все, не могут убить. Пью, тем временем пытается оторвать лицо Ни-Ко, тут же ЕГМ, он его сейвит, и сейвит довольно-таки неплохо, но Форов разбегается, сразу встанет двоих. Пайкат! Довелкил! Сейвит ЕГМ и... Это еще без МКБ. Мы щеточки полетали немножко, неважно. Можно то, что байбэк сделал СФ. Братрум сейчас 47 секунд, 45. Таверне, без возможности байбэкаться. Ребята не хотят, ну, они могли бы остаться, не хотят отдаваться под треками. Ну и байбэк еще был от Баунтихантера, разумеется, да? То есть, и вот он долгождал. Блядься четырех тысяч на драк. Неплохо, неплохо. Графики обновим буквально секунд через 30, наверное, потому что... Ну, или 20. Есть небольшая задержка, разумеется, вы все это прекрасно знаете. Сейчас появится МКБ у Пайката, а может быть он даже будет делать рапирочку? Рапирочку. Потому что сейчас появится синий камень. Невидимость. Конечно появится. Ну, посмотрим. Глубу пытается найти кого-нибудь в лесу. И кого же он найдет? Никого нет. Он пока что просто... Ой-ой-ой, а может быть и найдет? Нет. Чуть-чуть ты взрослась. Видно пока что. У молодого человека, у него можно быть, да, можно атаковать. Разбег. Трек пока что не вешает, не палится особо. Разумеется. Хотят сначала убить Виспа, а потом уже приступить к Пайкату, потому что Пайкат не вкуснет. МП все палит. Вижна у него нету пока что. Ребята не знают. Сами нападают ДСФ, ДСФ после байбека. Подъездный судик, хороший по всем. Пайкатов фокусят. Очень больно Пайкату, Пайкат отходит. А там Гример Клайд Бамбу. Ультов закидывает Вишдоктора на гору, он в горы ставит ДСФ, Пайкату больно. Сейвит отлично Пайкат с Ноуболом вот в другую сторону. Ты понимаешь, что сейчас на самом деле Секси Бамбу взял и выиграл драку? И поставил Вишдоктора во первых в безопасное позитивное место. На самом деле он нормально поставил, для Вишдоктора, потому что так он бегает. Да. И смотри, как преимущество просто скачет уже. То есть ЕГМ просто. И Сакса спасает всю команду. Это как вот играл у нас, к сожалению, ребята на Лан не приехали. Но Лоджи Гейминг, у них есть Спартн, это их капитан. Какого тасика он исполнял, помнишь? Спартан? Спартан-то, да. Он просто сейвил все, что можно. Он просто контролировал все, что можно. Он имел всю карту. Сакса сейчас очень грамотно сделал. Увеляющего своего мейнкэрри, повез в сторону своей базы. Потому что если бы Баунти Хантер там сзади не дрался, то без шансов было бы для Пайката. Смотрим, соответственно, на ситуацию Паттаре, мы понимаем, что до оккупации, скажем так, базы, ребят из МВП, остается всего лишь один Тауэр. Он на беду находится. Но при этом ничего. Как бы не останавливает игроков от заветной цели. Старший Урсак. Ну, кей-то. Ну, Саекишу уже сложно что-то будет. Им они не могут убить Пайката даже один раз. Надо как-то стараться убивать Суппортов. А там еще и БКБшечка. БКБшечка, кстати, 8-секундная все еще, да? То есть... Вполне спокойно все происходит. Уайфер тоже скоро появится. 7.09 Пайкат. За две игры не умер ни разу. Ну, если сейчас Кливера выигрывает, то за всю серию он не умрет ни разу. 10 смаки и будет ли Таракас еще раз? Кливера не знают, что их могут обойти в спину. У них нету Вижен на чужой базе. Они думают, что ребята будут действовать. Это может быть на самом деле... Роковой ошибкой. Переворот. Бамбу валит Смоку. Получается на себя, соответственно, орчит. Спалил Смок, СФ прожал БКБ. Пайката нет смысла бить. Пытает его бить Виспа. Его 3-сейвит Тусе. Висп живет. Улетает на Тизель и обратно. Сзади Пайкат развалил СФ. Тут Десварт и Бамбу, скорее всего, умрет. Еще и Мека. Райзн отлетает домой. Соответственно, дальше Фора, в котором ему также объяснят, что здесь так не играют парнишка. Он пытается разбежаться, соответственно, и уйти. А еще снова Бош, что может и не отхрустят. Валрус Панч и Рокет Берридж. Хорошая комбинация, которая приводит его к смерти. Прямиком. Семь секунд, но, возможно... Байкат через Флэг, через Дания пытался убить Рейзн. Не хватает чуть-чуть дэмэджа. Байката, клик. Все еще. У Байката есть, соответственно, Аегис. АСФ после Байкбека. АСФ после Байкбека. Умер. Мне кажется, что еще Дугу сейчас убьют. Ну, потом убьют Хорова. И пора уже писать заветные две буквы. Удау насчет Байкат-ширитит, которого там попал и блинкивается. Но здесь уже понятное дело... Ребята откидываются без СФ вообще никак не понравится. Бамбу спалил с ног, а ребятам нечем зацепить. Там Баратрум не успевал льдомить Бамбу. Причем Бамбу на реакции просто сразу же не крочи. Никак не зацепили. Ну, развернулся, хотя бы понял, что там происходит. Ну, кей-то приходят ребятки сюда. Ну, и все, и поехали. Форов разбегается. Тут же двинет развек, потому что делать там абсолютно нечего. Пайкат получает себе. Молодык-ширитит. Соник Уэйв довольно-таки неплохой, но там есть Мекка. И все будет хорошо. Не хочет терять Аегиспельс. Влетал на базу. МП будет гнать Нику, ну, вряд ли. Или будет гнать. Курас Сатаника влетает туда-обратно. За этим релокейтингом. А они будут разворачиваться, потому что через Валрус Панч и так далее. Секси Бамбу проблемы со здоровьем. Застрял МП в Некрачах. Бамбу... Бамбу хотел еще уйти с телепорта, но он отменяет это дело. Жадность, жадность. Видит Баунти Хантера. У Саксы проблемы сейчас возникнут. Он только мог... Бамбу топорик и... Не нашли. Скинул даггер на землю, чтобы он был не сбит от даггера. Саксы. Прекрасно сыгранно, потому что... Не знаю, тут не будут. Он видит, про него не знают. А тут уже подходит Пайкат. Да, у него все еще есть Таегис и есть Сатани. От него корейцы разбегаются просто в разные стороны. А Бамбу все еще на своей точке. Может быть, Рора зацепит Рейзин, да. Именно так. Сноубол и все, парень пошел домой. Один барак остался наверху, соответственно, еще Т2 в меду. И еще... Почти 500 демеджей у гироков. С ДТ. Открываем графики и видим просто ужас. Там все. Там все. Там у МВВ вроде как и есть возможность перернуть игру, что там сделать, но она настолько мала. У них только Каски и Баратрум из Мандроля. Очень сложно будет так быстро убить за эти малых дизейблов. Еще и под Виспом, под Тускаром и Гирокоптером. У него вторжение есть Сатани. Но с другой стороны, знаешь, они хотя бы в этой игре камбэчили, камбэчили довольно серьезно. То есть у нас там пайкат разваливал всех и вся еще на ранней стадии игры и всю эту игру прошлую. То здесь педали хотя бы бою. Клинеры играли не очень грамотно, на самом деле. Потом разбег у нас вошел в EGL, а будем его фокусить. Соник Вейв, Висп, Сейвис, Сноубол. Живет, выходит, еще метку Сикки. Пайкат сейчас разбивает лицо по рову. У того еще, в принципе, есть возможность байбекиться. Ею и пользуются, в принципе, да. Кайлы, 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 новый пайкат. Байбек от Матрум, заново вторая попытка убежать в Виспо. Там сбоку Баунти Хантер, убивают Виспо, ставят Дезвард. Вот этого Дезвард просто все убегают. Байбек от Виспо, он возвращается в драку, цепляет Пайката и пошел разваливать кабины. Направо, налево. Сноуболи или без сноуболов. Да, сноубол пошел. Валрус Панч по МП. И пайкатище. Пайкатище просто делает трипл килл, ультра килл. Нет, ну, а не... Аплодисменты, мои господа. Пайкат 12-0-12. 12-0-12, ни разу не умер за серию игр. 17-0-10, первая игра. 12-0-12, вторая, прекрасно сыграет. Видимо, в России у него нет акклиматизации. Как свой тут уже. Да. Ну что ж. Игра была зрелищной, классной диск. Достойная игра для... Не только для открытия, скажем так, нашего турнира, нашего ландфинала, но и вообще в целом... Не скучные, динамичные игры. Не в одни ворота, там, с 15 минут. Да-да-да-да. Без, там, кучи фарма. Сердце, вот, фармим, потом рэдкликаем трон, рэдкликаем врагов и так далее. Нет, у нас такого нету.